рубец не так зажить и так далее то есть мы это предупреждаем проходить на плавание тоже мы запрещаем потому что это тоже да нагрузка на именно мышцы грудной идет поднимать больше одного килограмма тоже там ребенка поднимать у своей рекомендации есть о которых обязательно мы говорим но после 6 месяцев принципе можно заниматься также существует разные способы установки насколько я знаю имплантов и здесь такой вопрос многие переживают потом возможно ли кормление груди после установки импланта до установок методов установок ну в основном три то и 4 тоже есть но в основном используем три метода это вот подгрудной ареолярный и подмышечный самый распространенный метод это конечно у нас это под грудной до под грудью разрез почему потому что мы сразу ныряем большую грудную и ставим под мышцу до имплант и не затрагиваем железу тогда пациентка может без проблем кормить до рожать кормить и так далее если конечно мы ставим ареолярно то конечно мы же ныряем через ореолу повреждая протоки и возможно что да как до этого кормили возможно невозможно поэтому мы предупреждаем что возможно вот кормить не сможете к примеру да поэтому есть такой риск да поэтому обговаривая с пациентом как можно какую цель она преследует исходя из этого мы подбираем ей доступа еще получается так что в нашей стране как я заметил последнее время прямо это популярно направление пластической хирургии пластических хирургов множество и мне интересно где например вы проходили обучение вообще специализацию я знаю что вы постоянно где-то уезжаете да ну именно основу я получила здесь обучение пластические микрохирургии кисти пластической реконструктивной хирургии в отделении да после этого я обучалась вискань каримыча кашинбаева вот он мой я бы сказала так первый наставник именно в дорогу пластической хирургии вот дальше я поехала в екатеринбург там обучилась именно по направлении эстетического хирурга не только реконструктивного далее поехала москву в общем и каждый год вот так вот мы обучаемся и по миру ездим до в турции в другие страны чтобы быть на передовой то есть последние методики меня меня приходится постоянно да 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 методики меня меняется каждый год например вот последние на информация то что насчет липофилинга вот мы же собираем всегда был вопрос да а можно ли этот жир как бы вот как сохраняет эмбрионы да можем тоже сохранить потом через некоторое время его ввести то есть постоянно не брать жир а сейчас уже исследовали что да на три месяца можно сохранить при при уже высоких температурах и тогда любите то есть каждый год что-то меняется и мы узнаем новую информацию и это применяем уже здесь у нас нашим пациентам самая какая популярная операция распространенная ну самая распространенная операция не только у нас но по всему миру это влефоропластика да у нас это больше называется европеизация да либо как бы по-научному ориентальные веки да мы формируем складку на веке потому что у наших пациентов у азиатов ну генетически так предрасположенности что нету складки на веке мы его формируем в основном вот такая операция самая распространенная потому что во первых она сама такая люди наши уже привыкли что это безопасная операция во вторых это происходит под местной анестезией то есть на пару часов и все пациентка пошла домой сам хирург сам был удивлен когда столкнулись в операционной у вас играет приятная музыка больной лежит и под местной анестезией проводится эта операция да нам важно чтобы пациент не волновался чтобы вот такая была обстановка приятная комфортная чтобы он доверился хирургу и это пройдет во первых для пациента быстро и незаметно потому что действительно пациенты волнуются даже под местной анестезией то что у них могут там давление подскочить да и так далее у кого-то какие-то заболевания выскочить в это что такого не было мы приятную обстановку создаем чтобы комфортно и хирург и пациент могли как бы на этот период создать такой тандем хороший и получить хороший результат в конце какая длительность операции вот блефоропластики в среднем от часа до двух ну опять таки у нас есть подготовка к операции чтобы пациентам было комфортно мы сначала знакомимся да то есть пару раз на консультацию приходит потом когда видит уже обстановку операционного поля да то есть они еще начинают волноваться для этого медсестра уже начиная да и то есть у нас и метеостры обучены чтобы они разговаривали с пациентом как-то их ну располагали к себе что все будет хорошо все нормально да делаем обязательно при медикацию аллерго тесты да это тоже занимает время после этого уже сама вот операция ну где-то час-полторы а так вот только под с подготовкой немного дольше будет казаться какая длительность восстановление после блефоропластика восстановление вообще если учесть полное восстановление то шесть месяцев через шесть месяцев мы даже рубчиков можем не найти до навеки а так две недели две недели для того чтобы такие вот видимые отеки сошли и пациентка уже накрашившись например пошла ну на мероприятие какое-то можно еще такая одна из самых наверно популярных операций это липосакция все хотят убрать жировые отложения все скоро впереди праздники все наверно уже задумывается как вам попасть ну да да липосакция у нас тоже самое такая я бы сказала быстрая то есть это метод получения быстрого результата то есть например некоторые пациентов вводится косметологу ходят и липолитики чтобы быстрее там массаж и рф получают чтобы хоть как-то уменьшить свои объемы и все равно не помогает а здесь мы пару часов и все мы убрали да уже локально липосакцию представляет это животное да но на самом деле липосакция это практически любая область правильно делается липосакция это некоторые просто неправильно понимает под словом липосакция например особенно мужчины они приходят горят вот у меня был такой случай что мы поспорили с друзьями что я должен вот за месяц похудеть на 5 килограмм я пришел похудеть да вот уберите мне вот этот жир и чтобы я выиграл спор конечно ему отказала потому что это никак не влияет на весе это влияет на объеме до объема визуально мы видим что объем действительно потерялся но на весь и такой роли не играет поэтому когда пациент приходит я хочу похудеть и так далее то есть это уже другой вопрос липосакция для для чего для того чтобы убрать локальное отложение жира до где локально мы не можем тренировками убрать есть это более вспомогательная до боя читания питания тренировок сочетание тренировок да и все но чем хорош хорош ли пасации я бы сказал даже диеты тренировок если не тренируешься обратно ки нарастает да этот жир правильно не питаешься тоже нарастает а тут если мы убрали уже жировые клетки, то есть если вы даже питаетесь по-другому, уже такого объема вы не наберете. Потому что уже нет тех жировых клеток, которые были, которые могли набухать. Поэтому это очень хороший метод для того, чтобы навсегда избавиться от каких-либо нежелательных отложений. А какие области можно убрать? Какие области? Это живот, бока, спина, руки, коленную область, у некоторых даже область голени. В общем, шейная область, кстати, задняя поверхность называется тоже вдовий горк или там мороз. Да-да-да. Липома-маделунга. Их можно тоже очень убрать. Кстати, многие пациенты не знают, что с помощью липосакции можно избавиться от этого недуга. И избавившись от этого, то есть они очень, ну, чувствуют себя облегченно. Все-таки плотный жир давит, да? Сплетение. Да. На позвоночник. Поэтому очень хорошая операция. А так все области, в принципе, даже лица, даже подбородок, да? То есть мы убираем здесь подбородочный жир, у кого, да, отложение. Даже может быть генетическое отложение, кстати. Вот. Когда убираем и формируем нижнюю линию, нижняя челюсть, очень хорошо. То есть пациент очень довольный в этом. Или пасакции лица даже можно будет сделать, если хорошее жировое отложение есть. А если человек хочет комплексом сразу все части тела избавиться от жира, это возможно? Возможно. Ну, если, да, небольшие объемы, возможно. Если большие объемы, то мы, конечно, делим. А ограничение какое-нибудь? Ограничение это больше шести литров жира я стараюсь не брать. Потому что все-таки это влияет на общий объем ОЦК, да, чтобы не потерять больше полезных минералов, да. Мы не берем больше жира, больше шести. Ну, по крайней мере, я так стараюсь не брать. Липосакция уже под наркозом, да? Да. Липосакция всего тела, да, конечно, под наркозом. А если определенные части, даже мы, например, живот можем сделать местно, да. Под местно. Да. Коленную область можем сделать местно без проблем. Бедра можем сделать тоже, ну, опять-таки, чувствительность у всех разная. Кто-то терпит, кто-то не терпит. Ну, и бедралку можно использовать. А длительность какая операция, допустим, живот? Длительность, ну, живот, например, час. Есть. Да, около часа. А восстановление после операции? Восстановление после операции, если учесть социально активную жизнь, то, например, пациент сегодня сделал, завтра можно на работу пойти, в принципе, да, потому что чувствует себя всегда хорошо. Но один день в клинике обязательно под присмотром он должен находиться. А так, в белье, в белье три месяца нужно будет ходить. Специальное компрессионное белье? Специальное компрессионное белье, три месяца не снимать? Не снимать? Не днем, не ночью. Ну, жестко, полтора месяца, жестко, чтобы вообще не снимать ни днем и ночью. А так, ну, три месяца было бы еще лучше, чтобы уже закрепить наш результат, который мы сделали. А как часто обращаются мужчины? Мужчины, ну, вот, по таким-то, как я говорила ранее, по таким причинам обращаются. Это случайно? Случайно, да, случайно попадает. А так, вообще, ну, чтобы вот как женщине целенаправленно что-то убирать, не часто обращаются. Обращаются мужчины тоже, когда не добиваются такого эффекта в тренажерном зале, да, то есть хотят, например, сделать кубики. А возможно ли сейчас есть ли по моделированию, да, с помощью жира сделать определенные рельефы, да, мышечные. Вот тогда, да, обращаются. То есть жир, который забирается, можно его ввести в другую область для создания формы, для создания формы. То есть одну жировую убрал, область в другую вел. В другую вел, да. А как длительно это держится эффект? Эффект держится, если приживается жир, а приживается он в теле, в зависимости от активности мышц, да, от 50 до 80 процентов, да, самое меньшее, это 20 процентов, да, именно на лице. Проживается, и как длительно, ну, навсегда, я бы сказала, потому что, когда он приживает, форма создается. Форма создается навсегда. Если пациент держит эту форму постоянно, то она так и останется. А если он будет худеть? А если он будет худеть, то, в принципе, немного похудеет тоже эта область, но рельеф останется. Но если он будет поправляться, это все будет не очень красиво смотреться. А, то есть, да. Ну, это уже другое. Да, да, да. Поэтому, когда мы с пациентом обсуждаем, это просто, он говорит, вы должны постоянно придерживаться, то есть, определенного питания, зал, да, и вот мы создадим такой вот вам рельеф, но вы должны этого все придерживаться. Если нет, то смысла нет делать. Но в основном мужчины получаются с липосакцией. Да. Обращаются. Понятно. А какие, как вообще пациенты воспринимают свой новый облик, новый свой вид? Вы знаете, очень положительно. Наша операция, именно эстетические, да, помогает человеку обрести уверенно в себе. Почему к нам приходит, да, потому что не устраивает какие-то части тела, комплексы есть у человека, поэтому он хочет что-то исправить и при этом уже себя чувствовать иначе. Поэтому, когда мы добиваемся этого результата, то они, ну, у них совсем другая жизнь начинается. Вы же знаете, да, то есть с уверенностью человек может все сделать в жизни. Поэтому у них жизнь меняется кардинально. А изменив одну, допустим, часть тела, и очень ему это нравится, приходит ли повторно еще что-то менять? Да, приходит. Ну, вы знаете, цель, наверное, пластического хирурга такова, чтобы пациент сделать так операцию, чтобы пациент вернулся в действительности, потому что если пациенту нравится тот результат, который ты сделал, он снова вернется. И не только он, да, и вся семья, к примеру, да, все друзья, да, ты становишься каким-то вот как бы семейным уже хирургом, да, да, возвращаются, возвращаются, и не только почему, многие говорят, это болезнь, там, вот все, одно сделай и до конца, нет, просто пациент, когда видит результат, он говорит, окей, я вот это сделала, но хотела до этого, а сидела у него, да, где-то вот это еще сделать, это сделать, поэтому он доделывает то, что он хотел, сделать, то есть это не то, что там, тогда какое-то привыкание, там, это болезнь, нет, конечно, нет. Ну вот эстетическая хирургия одна, наверное, одно из таких сложных направлений в хирургии, я считаю, очень серьезных, потому что здесь хирург вмешивается именно во внешность человека, я сам, ну, хирург, врач, и знаю вас прекрасно, рекомендации людей, знаю по поводу вас, а как вообще человеку определить, куда и как, кому обращаться, как вообще узнать, к какому хирургу, эстетической хирургии обращаться? Обращаться, да. Ну, я бы посоветовала пациентам, вот они говорят, например, а пациент приходит, говорит, вот я к вам сначала пришла, ну, я хотела вот попасть еще одному хирургу, к примеру, но я к нему не пойду, только к вам, да, я говорю, давайте сходите, потому что человек должен сначала пойти проконсультироваться, и именно выбор сделать, я бы сказала, даже по интуиции, да, не потому что там он опытнее, и так далее, что-то работы понравились, а по интуиции, то есть если хирург понравился и действительно так располагает, тогда да, если нет, то нет, поэтому я думаю, что обязательно пациент должен пройтись по эстетическим хирургам. А как к вам можно попасть на прием? Ко мне можно попасть без проблем, то есть обязательно позвонив и записаться нужно на прием с двух до четырех, и вот. Вы принимаете в клинике здоровья. Я принимаю в клинике здоровья, да, на Гоголя, Фрунзе. То есть записаться и без проблем попасть. Да. Чтобы люди знали, куда обращаться, потому что пластических хирургов много, хороших мало. Ну, время эфира подходит к концу. Спасибо, что вы к нам пришли. Пожалуйста, спасибо вам. Объяснили нам тонкости эстетической хирургии. Спасибо зрителям, что нас смотрели. До встречи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова